МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не сможет попасть, но зато он сегодня с нами в студии. Мы вот уже начали здесь разговор. Давайте его представим сразу. Давайте, конечно, представим. Это Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог и заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний. НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Так представлю долго, больше не буду споминять. Добрый день, Михаил Петрович. Добрый день, что-то у нас в последнее время очень много гостей. которых мы очень долго представляем. Да лучше, короче, это надо, когда уже после смерти надо такие. Профессор Костинов, хорошо. Сегодня в четверг, когда мы записываем программу, в нашем онкоцентре проходит большая конференция. И хотелось бы понять, чему она посвящена, о чем говорите? Ну, конференция вообще посвящается актуальным вопросам педиатрии. И один из вопросов, как иммунопрофилактика, вакцинопрофилактика. То есть те основы, которые лежат в будущем развитии детского населения, взрослого населения. Потому что чем раньше думаешь, как профилактировать инфекцию, вот которой возможно, то это есть будущее. А это зависит будущее нации, будущее здоровья и так далее, и так далее. Перед кем вам сегодня удалось выступить? Кого собрали на конференцию? В основном педиатры. Педиатры различного профиля. Всего региона? Да, всего региона. Педиатры широкого профиля, узкие специалисты. Это есть аллергологи, лор-врачи, нефрологи. Ну, каждая узкая специализация, потому что их возникали вопросы, как раз именно этот вопрос по вакцинопрофилактике. И в основном это подходы. То есть, как делать так, чтобы и ребенку было хорошо, и родители довольны, и всем было весь миром хорошо. А по чьей инициативе эта конференция состоялась? Ну, органы местной власти, департамент здравоохранения. Наш министерство здравоохранения инициировало. Почему такая насущная проблема сейчас собирать такую конференцию? Это регулярная, просто какая-то текущая работа, или у нас какая-то острая ситуация возникла? Нет, дело в том, что в мире вообще принято ВОЗом, что в апреле, конец марта начинается неделя вакцинопрофилактики. То есть, привлечь внимание не только медицинское сообщество, а всего, всего населения для того, чтобы обратить внимание на такое мероприятие, которое идет иногда негативные отношения, ими к проблемам вакцинопрофилактики. Поэтому ВОЗ дают в начале апреля вот везде. И вот я с одного города в другом, в третьем регионе будем так до конца недели. Именно новые данные, что есть по этому поводу в мире. Ну, раз мы уж заговорили о мире, и раз о того, что эта неделя по всему миру, конечно же, проходит, давайте мы сейчас очертим с вами ситуацию по вакцинопрофилактике в России, на примерах, какая у нас текущая ситуация. И, может быть, сравним с примерами западного мира и стран третьего мира, например. Общую картину нарисовал. Ну, начнем, что стран третьего мира, страны третьего мира, они, бедность, они не имеют чем вакцинировать. Вот это беда. И всегда... То есть государство не может выделить эти деньги для того, чтобы... И поэтому есть специальный фонд, который и Россия платит в этом фонд ежегодно. То есть средства для того, чтобы привезти вакцину и проводить вакцинацию. Потому что, ну как, если ты богатый, ты должен поделиться схемой. Такая благотворительная помощь. Это благотворение и все государства. И они вакцинируют вот то, что нужно. Но это не совсем просто благотворительная помощь, потому что ведь и наши граждане ездят в страны третьего мира, и мы заинтересованы в том, чтобы они оттуда не привозили болезни. Ну это понятно, что... Но дело в том, что есть одно, которое так милосердие и... Ну так принято везде. Вот. Поэтому они вакцинят то, что есть. Но если сравнить Россию от других странах мира развитых, то мы ничем отличаемся. Есть только одна беда, что календар не так широко, то есть со всеми инфекциями, мы можем профилактировать, как у них. Но я скажу здесь не то, что мы не хотим. Мы хотим, просто получилось так, что время перестройки срезало на все эти исследования, и все исследования научные, которые мы проводили в России. Потому что Россия, она достаточно большой потенциал по разработке вакцин. И как раз сейчас получается то, что на Западе вышли эти вакцины 20 лет тому назад, у нас, к сожалению, нет. У нас прервался. Прервался. Поэтому придется вот несколько инфекций, которые мы невозможно профилактировать. Мы не можем пока профилактировать вирус по опиламу человека. Но это важные вакцины. Мы это будем перспективой. Мы не можем масштабно вакцинацию против ветерной оспы, против вирусной инфекции. А на Западе это все есть? Это на Западе есть. И входит в календарь перевивок. И входит в календарь перевивок. А позаимствовать у Запада? Ну, для того, что мы... Есть регионы, имеет право, любой регион, любой город имеет право из средств вот этого местного бюджета выделить и проводить профилактику. Но федеральный бюджет не выделяет на это средства. Ты как родитель, ну, у тебя мальчики, вот девочек, например, профилактируют прививкой от вируса папиллом у человека. Ты ее можешь купить, Володя, но она стоит 7 тысяч. А сделать ее нужно, например, два раза. Три. От двух до трех раз зависит от возраста. От двух до трех раз. Пожалуйста, у тебя выбор есть. Она платная, импортная. Я не знаю, в аптеке ли она продается. Или заказ некий какой-то. Нет, дело обычно всегда, альтернативный метод вакцинации, который, ну, коммерчески называем своим языком, у них есть все эти вакцины. Поэтому любой человек может. Есть еще, допустим, Московская область, она покупает вакцину для Московской области, выделяются деньги. Выделяется, допустим, Хантамасис, тоже самое есть. Якутск может себе позволить. То есть те регионы, которые есть возможность, вот они и делают. Но могу сказать, что вот эти три инфекции, которые мы не можем пока это делать, но у нас с 2019 года, если верить тем рекомендациям и высказываниям Министерства здравоохранения, что у нас появится еще две инфекции в календарь прививок. Федеральное Министерство здравоохранения. Федеральное. Это будет ротовирусная инфекция, будет против ветерной оспы. Ну и через 3-5 лет станем богаче, я думаю, что будет вирус папиллом и то же самое. Есть одна беда в чем, потому что мы не можем ставить в календарь то, что не производится на территории России. Политика может отказаться везде. И так было всегда в современной России. Да, да. Поэтому сейчас мы ставим в календарь то, что Россия тебе обеспечивает. Но объясню другое, что то, что делает Россия, это, можно сказать, единственная страна в мире, которая обеспечит свое население вакцину за счет государства. Вот обязательно вакцины. Большинство стран мира это идет 50 на 50. 50% государств, 50% другие организации. Ты подержи страховая медицина. Работодатель. Не может работодатель. Это идет с другими. Допустим, страховая медицина. Да, 50% ставит. То есть ты заплатил за страховку. Правильно. И часть этих денег даже ставит. Да, но дело в том, что их обязывает, чтобы ты должен, такой контингент, который есть, ты должен делать вот такие вакцины. Средства выделяются, я не могу сказать. Но у нас в России есть календарь обязательный, который тебе ставят, только ты делай. И есть, который подпит показания, подпит показания, которые не обязательно, но подпит показания непостоянный это календарь. То есть есть вспышка, выделяются деньги из бюджета и покупаешь вакцину. То есть местные власти покупают вакцину и проводят вакцинацию. Вот такие разницы. А на Западе идет, если календарь есть, значит все, государство будет 50%, 50% или 30% ставят другие организации, которые тоже проводят вакцинацию детско-взрослого населения. Еще немножко по специфике предоставления вот этих услуг и обязательств как раз каждого гражданина вакцинироваться на Западе и у нас. Поскольку мы об этом поподробнее поговорим, когда будем о детях говорить, но поскольку у нас есть возможность отказаться, например, от прививок в детском возрасте, а про взрослые вообще ничего не говорим. На Западе, насколько мне известно, вот если ты хочешь покупать страховой полис и нормально работать в какой-то серьезной организации или организации за тебя платят страховку, ты обязан и проходить профосмотр в полном объеме, и вакцинироваться тоже. Ты не можешь отказаться, потому что ты таким образом провоцируешь возможные болезни и больничные, на которые не хотят идти корпорации. Ну, это не новость. Дело в том, что я еще помню много лет назад, когда начали формироваться совместные предприятия, еще в Москве это очень широко было, то когда мы проводили вакцинацию, этого руководителя, руководитель был из-за границы. У него был сертификат о прививках. У взрослого человека. У взрослого человека это не ребенок, он взрослый. Но дело в том, что есть одно-то понятие культура здоровья. А поскольку мы живем пока туда и не демократы, и не демократы, вот это и есть у нас культуры здоровья нет. Поэтому откуда может быть? Всегда культура определяет все. Если нет культуры, значит ничего не будет. Вот поэтому здесь все зависит не то, что мы отказываемся. Отказывается это понятие такое, что я всегда спорю по законодательству, потому что закон написан, государство тебе обеспечивает здоровьем, тебе обеспечивает охрана, обеспечивает бесплатное, допустим, учение в школу или какие-нибудь условия. Ты этим правом можешь воспользоваться, но обязанностей у тебя нет. А так, когда государство говорит, что за благополучие государства ты должен делать то, 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 то. Говорит, не, я демократ, я выбираю. Понимаете, это какая демократия? Значит, человек это и есть обычный эгоист несчастный, которому он берет то, что ему нужно, а когда демократическое общество тебе дает правильное поведение, ты отказываешься. Еще немножко о несчастных эгоистах после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. Это программа «Дневной разворот», и мы сегодня общаемся с Михаилом Петровичем Костиновым, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских наук. Мы делаем эту программу по следам большой педиатрической конференции, посвященной профилактике и вакцинопрофилактике и иммунотерапии, которая накануне прошла в нашем онкологическом центре по инициативе Минздрава Кировской области. Очень интересно, Вы рассказали, что есть очень серьезные болезни, инфекции, которые мы не можем профилактировать своими собственными в России произведенными вакцинами. Перечислили, понятно, и все мы очень, особенно этой зимой для кировчан, понятные, например, ротовирусную инфекцию. Если о вирусе папилломы человека мало, кто до сих пор задумывается, и только-только начинается этот процесс, то ротовирус мы тут пережили все, да, Володя? Мы с тобой тоже пережили с своими друзьями ротовирус этой зимой. Страшно мне вспоминать о том, что было самой прошлой осенью. У Володи маленькие дети, у меня ребенок постарше, Вы ее вот тут видели в студии, да, и одна из ведущих нашей радиостанции, тоже 12 лет, но тоже было очень страшно. Так вот, я знаю, что в конференции принимала участие также компания «Нанолек», которая производит вакцины, но не эти, а другие, и развивает свое производство. Шлали речи, задавались вопросы о перспективах производства вот этих вакцин, которых нам не хватает в Российской Федерации, с тем, чтобы они потом вошли в график как раз вакцины. Конечно, это будущее является. Ну, опять, на современной этапе многие государства, которые смотрят вперед, для того, чтобы не тратить верю на разработки вакцины, потому что разработка вакцин очень тяжелой тернистой путы, это 10, 15, 20, 30 лет. Тем более, что они уже есть, эти вакцины. Да, есть. Сейчас называется такой трансфер технологий. Причем Россия тоже делает трансфер технологии стран латинскими и других стран. Своих уже строят. Да, мы сами строим заводы, я просто участвовал много раз в этих конференциях, мы делаем конференции научные, и наши трансфер технологии туда. Страна на этом зарабатывает? Конечно, будет зарабатывать, потому что она и здесь престиж государства, и то же самое, потому что она вклинивается в эти государства, которые находятся в этом регионе. Значит, что здесь трансфер технологий? Трансфер технологий, когда мы получаем технологию, но это не означает, что сегодня нам открываем сразу трансфер технологии. Идет около пяти лет. Когда уже сначала строится предприятие, привозит вакцину, вакцину здесь как бы проверяют, разливают, получают лицензии, а дальше, в будущем, через пять лет, мы должны сами здесь производить всю технологию. Это называется трансфер технологии. Вот эти вакцины, которые мы не имеем в своей, часть вакцин, здесь идет как трансфер технологии. А дальше у нас в России тоже разрабатываются вакцины, причем вакцина не может разрабатываться на таком уровне, который мы применяем сегодня. Всегда смотрим вперед, как космонавтик, как и вооружение и так далее. Мы должны изобретать такое, которое опережает настоящий препарат. И вот таких по всем направлениям производятся разработки новой вакцины. Новая вакцина от ветряной ОСП, новая вакцина от пневмококовой инфекции. Не то, что сейчас берется вакцина, как называется, сферотипа 13-23, а вакцины, которые будут хватить все? Универсальные. Универсальные. То же самое вакцина от гриппа, вакцина от коклюшной вакцины. То есть всегда смотрится вперед, потому что наука не должна повторять, что есть. Что такое научное исследование? То, что думаешь в перспективе, и как ты видишь это. Но это вкладывается в деньги, вкладывается в испытаниях, вкладывается. Поэтому не ждать это время, мы должны защитить население сегодня. Нам некогда ждать. Поэтому мы вынуждены делать такие трансфер-технологии, покупать новые технологии, что есть, и защитить свое население. Например, в последний раз мы трансфер-технологии проводили. Что покупали? А вот трансфер-технологии у вас как раз сейчас производится, вот на НОЛЕК, это есть трансфер-технологии. Дальше трансфер-технологии под полимеритные вакцины, трансфер-технологии будет оротовирусной инфекцией. В ближайшее время сколько лет нам осталось, чтобы... Допустим, у вас здесь, на вашей территории, на НОЛЕК, что это современная вакцина, которая в один шприц, называется комбинированная, есть 4, не 4, даже 5. 4 инфекции. В России тоже проводится такая, есть такая вакцина, но на практике ее пока нету, сейчас проходят испытания, поэтому будет и отечная, будет и импортная. Дальше, что лучше, то и берется. Всегда население выбирает, что лучше. Я за ротовирус зацепилась. Дальше, ротовирусная будет, ротовирусная, ну, я не могу открыть, потому что ротовирус тоже, там, трансфер-технологии есть. Если государство обещает, что с 2019 года будет вакцина протиротовирусная для всего населения, то есть детское население, первого года жизни, и будет обязательно ветряная ОСПА, значит, у нас трансфер-технологии сейчас идет, потому что я не могу открыть эти, потому что... Хорошо. Слушайте, я прошлой осенью врач-инфекционист говорил о том, что вот эта ротовирусная инфекция, помню, больше 70 разновидностей. Она бывает 45 разновидностей, но вакцина содержит 5 таких штаммов, 5 серотипов, которые самые распространенные в мире, что в Америке, что в Китае, что в России, что в Африке, они одинаковые, охваты, все. Значит, эти вакцины пока есть от производителя, который за границей. Это официально зарегистрировано. Любой может пойти в коммерческий центр себе делать. Или если... Вот Москва, допустим, богатая. Всего детского населения делает вакцину протиротовирусной инфекции. Бесплатно. Иди и сделай себе. Она эффективна? Она эффективна, конечно. Эффективна защищать человека от всех ротовирусных инфекций где-то до 75%. От тяжелых форм до 95%. Но есть одно новое, что инфекций кишечных много, а люди не знают, что такая же инфекция проходит. Арбовирус, норвовирус, астровирус и так далее. Самая распространенная ротовирусная инфекция. Но ротовирусная инфекция в структуре всех заболеваемых из кишечника занимает 49%. Поэтому вакцинируя ребенка, значит, ты можешь сказать, что в два раза будет болеть меньше и не так тяжело. А это сразу дышится легче. Я дальше хочу еще про ротовирусную инфекцию. Почему такие вспышки-то масштабные начали происходить? Мы что, меньше уделяем вопросам личной гигиены или что? Забываем руки мыть часто? Нет. Вспышки есть и будут, независимо от сезона. Ну, чаще идет сезон. Просто люди уже начинают говорить истину, что есть на самом деле. А вспышка есть, где хочешь. Вспышки, они как были, так и есть. То есть просто больше информации стало. Больше огласки, больше информации. Больше появляется средство диагностики, потому что раньше диагностика невозможна. А сейчас выделяются деньги на диагностику. Вот и есть. Как и так, люди умирают больше не то, что инфекция. Просто есть средство диагностики. Больше заболеваемость выявляется. Откуда берется? Те же инфекции, те же болезни были, просто сейчас диагностика, есть возможность делать. А так раньше что? 50 лет назад умирали, умирали, и вот и всё, они знали. А сейчас есть диагностика, вот и выявляется. Михаил Петрович Костина, ведущий российский иммунолог у нас в гостях, и мы говорим об иммунопрофилактике, вакцинопрофилактике и иммунотерапии. Напоминаю, что накануне, вот когда мы пишем эту программу, накануне выхода в эфир в прямой, в эфир этой программы прошла большая конференция в инкоцентре по инициативе Минздрава Кировской области. Так говоря, о вакцинации детей и о работе с педиатрами. За последние годы, наверное, полтора мы благодаря компании «Нонолек» здесь в этой студии провели несколько программ просветительских, которые были направлены на то, чтобы разъяснить и родителям, и просто взрослым людям, что такое вакцина-профилактика и почему она важна. И каждый раз мы затрагивали такой вопрос, как вот как раз эта самая возможность выбора, которая была предоставлена с 90-х годов родителям, подписывать отказ от прививок. И каждый раз говорили о том, что процент отказников по-прежнему достаточно высок. И каждый раз подчеркивали, что зачастую в таком подходе участвуют не просто родители, по своим каким-то убеждениям, но также и медики, которые их на это настраивают. У нас осталась такая ситуация? Есть, к сожалению, это есть, потому что никуда не денешься. Всегда, как в любом обществе, в любом специальности, есть, которые понимают, а есть, которые противны, никуда ты не денешься. Другое дело, что как рассматривается ведущий учёный, ведущий практик, оргазаздорохранитель, что таким врачам не должно быть место заниматься с людьми. Они должны заниматься другой проблемой, которая есть. Это очень категоричная поясница. Ну, они же хотели стать доктором. Значит, доктор, надо понять, если ты доктор, если ты доктор, сдал клятву, что всю жизнь самая твоя цель профилактирует, делай с её возможность. А когда ты целезапраздно хочешь, чтобы вызывать болезнь эффекта, какой ты доктор? Это есть, можно сказать, как убийца. Потому что если ты дал клятву, я всю жизнь буду делать то, что я знаю, не знаю, буду читать, не знаю, буду спросить, буду изучать. Это всю жизнь мы учимся. К сожалению, есть такая категория. Ну, что есть? Может, всё-таки что, от незнания возникает? Или откуда это убеждение-то у нас взялось в 90-е годы? И так и несут этот флаг. Кто-нибудь бряхнул вот такой. И у человека всегда, что запьянается больше? Неприятность? А больше идёт доминанта на негатив. Вот этот негатив, который у него есть, он будет всю жизнь носить. Я просто занимаюсь такой тоже исследованием, которое уже изучает другие психологические моменты. Почему родители отказываются? И когда-то мы изучали, окажут, что родители отказывают, потому что есть доминанта негативная. То есть он больной человек. Сам родитель? Сам родитель. Это психологические, которые есть болезнь. Я не психоневролог, не могу сказать нормальной технологии. Но когда-то доказали, мы показали, что у неё есть доминанта, который вызывает отрицательность. Она не хочет, но уже есть здесь. В голове он сейчас показывает. Время с ними. Потому что они никогда в жизни. То есть не вступайте с ними в поляку. Не уберите. Главная работа с теми, которые ещё сомневаются. Ну, как в политике. Человек не знает. Вот это тогда не знаешь, когда ему объясняешь досконально, и всё прекрасно. Вот я всю жизнь связан с вакцинацией самых тяжёлых. Это моя такая судьба, что всегда всю жизнь занимается искать подходы. Как делать так и доказать. Не только втыкать в одно место, а просто изучать. Понимать механизм, что и зачем. И когда видишь родителей, да, я смотрю, я и вижу, что да, у них беда. Беда то, что отказывается, потому что и так сказали. И беременны. А что для человека, который для мамы ребёнок? Это ей всё. Это не сравнивать с дома, не с мужем. Это ей всё. Она ради этого живёт и так далее. И когда я говорю, что ты что, это вредно такое, значит, она так запоминает. Но я всегда говорю одно, что никто, ни одна вакцина не является хуже той заразы, которую человек может произойти. Не может быть. И вакцина не может создаваться, чтобы она была хуже, чем эта инфекция, когда человек переносит. Полминуты до рекламы я хочу спросить, а есть официальная статистика, сколько по России таких отказников? Они отказают около процента на всей планете. Около одного процента? Да, она везде. Один-два процента по всей планете есть. То есть мы тут не перевешиваем никак? Нет. У нас примерно там средняя температура по больнице, да? Как у всех. Нет, это всех от и ничем не отказывается. Другое дело, что если открываешь сайты по интернету, там найдёшь где-то две тысячи с чем-то такой. То есть любой человек хочет открыть свои сайты и сказать своё мнение. А я говорю другое, что чем человек шизанутый, чем больше будет миф отказа от вакцинации. Возникает миф от чего? От незнания. От невежества. Это может быть и вторая часть. Профессор и доктор медицинских наук о каким доступным языком излагают. Да, прервёмся на полторы минуты и продолжим наш разговор с Михаилом Костиновым. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог. Михаил Петрович возглавляет лабораторию вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологию. Опять я длинная выбрала для себя презентацию. Не вакцины сывороток имени Мечникова. И мы говорим здесь о вакцинации и иммунопрофилактике. Мы поговорили про детей и родителей-отказников, тех, кто подписывает вот эти самые листки отказа от вакцинации. А можно родительскую тему-то ещё продолжить? Или мы в ней остаёмся? Нет, мы можем. Я не знаю. Я хотела продолжить на самом деле вакцинации беременных. А, беременных. Хорошо. У меня просто вот такая ситуация, Михаил Петрович. Когда, ну раз уж мы тут родителей включили немножко, когда доктор в детской поликлинике говорит, вот есть вот такая вакцина бесплатная, а есть подороже, импортная. Вот как поступать в такой ситуации? Вот в последнее время, по-моему, никто такой не говорит. У нас было такое. У нас была такая практика, да. Ну, можно сказать, это одно и то же. Понимаете? Одно и то же. Просто опять психология человека. Человек, он хочет что-то больше. Если думаешь за деньги, значит, это будет лучше. Это не бывает. Понимаете? Значит, государство не имеет права зарегистрировать плохой и хороший препарат. Нет такой никогда не будет. Другое дело, что есть препарат, который это можно больному, а это может здорово. Это другое, но это зависит от знаний врача. Плохие препараты, они не могут быть. Неужели вы думаете, что государство регистрирует препарат, который убивает людей? Ну, не может быть никогда в жизни. Ну, вот смотрите, какая может быть интересная история. Есть препарат, который действует на конкретное заболевание, на его профилактику. А есть вот комплексная вакцина, которая не входит, например, в календарь, но она есть в доступе. Врач имеет право предложить родителям выбор или не имеет права? Выбор всегда мы должны, потому что выбор всегда есть, есть право любого человека. Мне всегда учили еще давно при советской власти, что я не должен смотреть в кармане, как одет пациент. Я должен говорить все, что я знаю самое лучшее. Что лучше для этого? Если я вижу, что эту пациенту лучше вот это подходит, я говорю, вы знаете, вот это хорошо, но есть вот это лучше подошло для вашего ребенка. Но есть одно второе, скажу, что это новое, которое является для новой России. Что мы сейчас переходим, есть переходный период, который мы сейчас в будущем только будем делать, эти комбинированные вакцины. Для чего у вас на территории организовали вот это? На налик. На налик. Это как раз, это есть как раз переход из одной, допустим, эпохи моновакцин на эпоху комбинированных вакцин. И поэтому переходный период, это будет еще 19-й год, я думаю, что с 20-го года, все население Российской Федерации будет получать эти вакцины, которые называются комбинированные. Которые по одной инъекции, что меньше ребенок плакал, меньше, что родители переживали, меньше, что он ходил в поликлиники. Создавать больше защиты от многих инфекций и так далее. Вот, Нэя, насколько я помню, насколько я помню, как раз комплексная наликовская вакцина, о которой мы сегодня уже говорили, которая имеет 5 профилактирующих факторов, она не входит в общий график государственных прививок, но регионы ее могут закупать. Нет, она входит. Уже входит. Государство уже обеспечивает регионы. Просто мы сейчас идем на переходный период. Когда идет и моновакцина, то есть официально, и идет комбинированная вакцина, ну, понимаете, ты, Россия большая страна. И когда идет переходный период, невозможно, что завтрашнего мяса, ну, нет возможности. Даже те иностранцы, они не смогут нам поставлять такое количество для России, ну, нет возможности. И поэтому они то же самое есть. Есть поставки, есть масштабы и так далее. У нас много детей. Понятно. Это есть естественно. Мы переходим с одной эпохи в другой. И через пару лет мы только эти вакцины будут применяться. Только такие. А конкуренция между странами, кстати, существует? На этом поле? На производстве вакцин? Ну, я думаю, что все зависит. Конкуренция всегда есть, как везде. Конкуренция есть. Все хотят, чтобы внедриться. Но дело в том, что есть одно но. Что всегда мы будем вызвать то, что нам выгодно. И эта конкуренция идет на определенном этапе. Допустим, конкуренция до покупки технологий. Ну, у нас была программа совсем недавно, в развороте на бизнес. Как раз мы говорили об итогах поездки делегаций Кировской области в Петербург, в кластер, который там тоже производит, в том числе и лекарства. И мы задавали вопрос господину Некрасову, который возглавляет Наналек, что насчет конкуренции. И он нам как раз привел пример любых стран из Советского Союза. В свое время обязательно на территории каждой страны существует как минимум два предприятия, которые выпускают один препарат. Потому что мало ли что случится с одним предприятием. Ну, конечно, это есть, потому что конкуренция. И это даже не столько конкуренция здесь идет речь, сколько идет речь о безопасности и надежности поставок. Безусловно, это вопрос жизнеобеспечения. Всех, кого интересует этот вопрос, отсылаю к развороту на бизнес, к нашему прошлому. Давайте поговорим о вакцинации беременных, потому что это тоже для меня было открытие, когда я готовилась к этой программе. Во-первых, для меня было открытием, что те прививки, которые нам делают в детском возрасте, иммунитет, который вырабатывается благодаря им, заканчивается уже годом к 30-ти. И взрослому человеку нужно профилактироваться снова. Я была в шоке, потому что я до эфира говорила, что у меня коллег в редакции женского пола очень много, и почти всем за 30, а детей только у двоих. И все сейчас рожают попозже, попозже, и за 40, и под 50 даже. А у нас, оказывается, иммунитет закончился, а мы даже не в курсе. Да, ну я проблема беременных, это моя любимая, тоже одна из тем, и многие разные направления давно занимаюсь. Ну есть подготовка женщин к зачатию. Причем такое не означает, что молодые, которые, они не хотят этой беременности, ну получается. Ну вот молодые уже, молодые уже, никуда не денешься. Это есть физиология, которая вызывает потребности. Значит, здесь отказывается, что вот давно занимаюсь, и оказывается, что те женщины, которые уже за 28, редко бывает 24, 28, которые готовятся к зачатию, уже опять врачи, грамотные кушарь и гинекологу говорят, давайте сделать это, это. Что это означает? Прививки. Прививки. Потому что она транспанцентарно, не с молоком, транспанцентарно передает иммунитет от мамы к ребенку. И ребенок защищен до определенного периода времени. А если мама стерильная, ребенок стерильный. И вот как раз сейчас важность именно вакцинации женщин детородного возраста и беременность, вот неделя труда, будет на следующей неделе, как раз в Сочи, всероссийской. Вот так раз тоже мне доклад, как это организатор уже не здравоохранения, а те охраны труда, как делать, чтобы защищать свою. Потому что женщина является все. Кто больше на производстве работы? Женщина. Кто больше рожает? Конечно, мужчины и дичьи не рожают. Кто больше рожает? Я согласна, что женщина это все. Кто больше ухажет за пациентов, за мужа, за ребенка? Женщина. Поэтому она является не только главной источникой энергии и так далее. Она является ведущей. Поэтому проблему нужно и ее защитить в первую очередь. Это одно. Второе, вакцинация даже во время беременности нужно делать. Вот смотрите, страны Европы. Когда женщина на третьем триместре, Англия, вот эти противноамериканцы, англичане, французы, шведы. Женщина беременна на третьем триместре делала вакцина дифтерии, столбеньки, коклюши. Почему? Они считают каждую копеку. Умирает один ребенок, это есть беда. Ребенок здоровый родился, и в другом умирает коклюши. Это вообще никто не думал. Как это можно делать? И тем более, что рождаются те, которые в кювете. 500 грамм, сколько там? 600 грамм. Оттуда достигают килограмм-полтора. Сколько денег вкладывается в другую умирает инфекцию, он же профилактирует. И все поголовно получают на третьем триместре вакцинации дифтерии, столбняк, коклюши. Для чего? Для того, чтобы защитить. И все в окружении, не только ты беременную, а бабушка и дедушка, и братья, и сестра, и мужа. Все, которые живы и дышат кругом от ребенка. Делается. Почему? Ты считаешь, что это действительно, это золото. А если золото, то делаешь все возможное, чтобы профилактировать. У нас нет. У нас Бог дал, Бог взял. От чего? От незнания опять. Опять незнание и то, что это хаос, который предменился еще раньше, 50 лет назад, что все, вакцинация, это вредно, вредно. Я говорю, повторяю, что ни одна вакцина не может быть вредна или хуже, чем той инфекции, которой она есть. И вакцинация, вот сейчас то, Россия идет тоже вперед, то, что идет уже у нас в России с 14-го года, вакцинация беременную против гриппа. Вот это тоже достояние наше. Но это такой маленький шажок, наверное. Ну, это шажок маленький, но это тоже ничего, потому что пока у нас не начали умирать, не начали делать вакцину. У меня была такая научная работа, которой мы ее проводили, потому что мир давно делает, а мы должны доказать. Вот наша вакцина, вот наши беременные, вот наши наблюдения, вот наши дети, все. И проводили это исследование, доказали, что это действительно и наши вакцины. И часть вакцин наши даже лучше, чем и на иностранных. Но дальше что будет продолжаться? Она продолжается вакцина. Дело в том, что вакцинация беременной является обязательно, уже входит календарь прививок. Если обязательно, значит, каждый врач должен это делать. Не хочет, а беременно, пусть отказывается. Потому что, если, дай бог, заболевает беременная и по причине врача, то врач несет ответственность за это. Приказ, который обязательной вакцинации, не означает, что я хочу, не хочу. Я должен это делать. Вас вакцинировали? Другое дело, что искусство... Я что-то не припомню. Вот смотрите, приказ 14-го года беременной является обязательной вакцинацией протигрей. Поле чего? Потому что защитить вот этого беременную. А беременная, это есть, приравнивается к женщине с тяжелой, как астмой тяжелой. То есть она фактически красивая, приятная, однако по иммунной системе она больная. Это физиологическое, она не видит вируса. И когда попадает вирус, значит, развивается такая инфекция, которая или долетанки исходов, или рождается деть. Я считал исследованием. Дети с отклонением. Дети, да. Прививки можно на любом этапе беременности делать. Делается второй, третий месяц. А если женщина группа риска, то есть сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, то можно даже на первом древнем. Да. У нас две минуты, да. Две минуты у нас есть. Это программа «Дневной разворот». Михаил Костин, ведущий российский иммунолог, у нас в гостях. Мы сегодня уже завершаем, говорится, о прививках. И очень много открытий для себя делаем. Какие-то этапы мы уже с Володей как родители прошли, да, собственно говоря. И оказывается, так многое изменилось в мире, и даже в России так многое изменилось. Что хотелось бы только, чтобы все наши врачи, и педиатры, и терапевты, потому что выясняется, что взрослые тоже этим должны быть охвачены на всех этапах своей жизни. Потому что ведь не только беременные, готовящиеся к зачатию, не только беременные и готовящиеся к зачатию, не только люди, которые хотят сохранять трудоспособность, но и пожилые люди, оказывается, тоже прививаются. Да, у нас сейчас идет проблема по вакцинации взрослых. То есть мы, получается, на протяжении всей жизни должны прививки-то делать? По идее, это да, по идее, каждые 10 лет, что касается убитых вакцин, что касается живых вакцин, достаточно 2-3 дозы. У нас почему сейчас получается в России вспышка кори, пидпаратита, потому что иммунитет, которого не хватает. Он закончился. Он закончился. Поэтому сейчас идет второй этап ухода, потому что педиатры знают проблемы вакцинации, они делают. Сейчас идет вторая большая работа, надо работать с терапевтами. Потому что Советский Союз закончился, а фабрики завода, которым вакцинацию по головам делали, как полагается, делали. Сейчас у нас сколько работает? В бюджете работает 30%, остальные 70%. Лови и думай, как делать вакцинацию. Вот договорил за меня Михаил Петрович. Я как раз хотела сказать, что хотелось бы надеяться теперь и рассчитывать на то, что наши врачи, которые работают в начальном звене, в поликлиниках, были бы просвещенными людьми, и старались развиваться и улавливать все эти тенденции, понимать, почему это важно, и доносить до нас, до пациентов в полном объеме эту информацию. Потому что мы видим, что все-таки есть еще дыры и пустоты. И на это была направлена конференция, которая прошла сейчас в нашем онкологическом центре. Гостем которой был Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог, за что ему большое спасибо, и за то, что он пришел сегодня к нам тоже. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!